Видео переведено и озвучено по инициативе и организационной поддержке сайта Лисосад golesosad.com Семена и саженцы редких растений При финансовой поддержке общественной организации Международное Содружество Творцов Родовых Поместей Я бы хотел представить вам особого гостя Это Джейкоб Колин Он мой бывший студент на курсе пермакультуры У него степень магистра по почвоведению и гидрологии И называет себя почвенным фанатиком И в общем, удачи, Джейкоб Спасибо, Эндрю Давайте начнем с вопроса Что вы видите, глядя на символ инь-янь? Что вы видите? Я вижу почву И вот почему Я фокусируюсь на содержании, на краске, на материале, на массе В случае почвы это минералы и органическая материя Но на самом деле свойства почвы определяют пустоты в ней Как с домом, впервые глядя на него, вы начинаете с мысли о материалах Гипсокартоне, балках, кровельном материале Но именно пустоты, двери, пространство этажей, окна определяют свойства дома И тем же образом, именно пустоты, поры в почве Их размер и общий объем пустот определяют свойства почвы Ее способность поддерживать жизнь И особенно ее способность удерживать и отдавать воду Удерживать и отдавать питательные вещества Ее способность пропускать дождевую воду до уровня грунтовых вод Поэтому поразмышляем над этим и концепцией пустого пространства еще немного Задав еще один вопрос В чем разница между основой здания и основой жизни? Позвольте проиллюстрировать Ответ — пустое пространство Жизнь зарождается в пустотах Превращение скальных пород в мелкие частицы минералов с пустотами между ними Называется эрозией И это сумма всех биологических, физических и химических процессов Способных разрушать скалы И разлагать их, превращая во вторичные минералы Для почвоведа — пляжный песок — зерна песка Что вы видите на пляже? Крупные, большие? И чтобы показать это в перспективе, я нарисую картинку Итак, песок крупный И эрозия превращает крупные частицы песка в более мелкие частицы ила и глины Это у нас один миллиметр Частицы песка с диаметром от двух миллиметров до пяти сотых миллиметра Ил — частицы среднего размера от пяти сотых миллиметра до двухтысячных миллиметра Все, что меньше двухтысячных миллиметра, будет частицами глины Эрозия — сочетание пяти вещей Климата, организмов, рельефа, исходного материала и времени И, вероятно, климат — самый важный фактор в процессе эрозии Чтобы далее продемонстрировать мою идею, давайте взглянем на карту распределения климатических зон на Земле Если взять эту карту и сравнить ее с картой распределения почвы на планете Мы увидим поразительное сходство их распределения Это происходит потому, что там, где влажные и жаркие условия, формируются соответствующие почвы в зависимости от этого В сухом климате уровень эрозии очень высок, и там формируется определенный тип почвы В холодном климате мы сталкиваемся с мерзлотой, очень сильно замороженными почвами На планете много различных климатических зон, но мы сфокусируемся на трех важных для нашего урока Засушливом, умеренном и тропическом климате Я нарисую для вас покрупнее, как выглядят эти почвы Итак, в засушливых землях, где прохладной температуры и мало осадков, уровень эрозии низок Мы видим, что частицы почвы крупные В основном содержат песок, немного ила и немного глины Крупные частицы песка дают большие поры Эти крупные поры пропускают воду посредством гравитации Такая почва хорошо проводит воду Она не задерживает ее из-за гравитации Поэтому способность почвы удерживать и отдавать воду ограничена В ней мало глины, а значит способность почвы удерживать и отдавать питательные вещества низкая В почве умеренного климата, где уровень эрозии невысок Из-за средних температур и среднего уровня осадков У нас хороший баланс содержания песка, ила и глины Я называю это исключительной структурой почвы В нем есть крупные частицы, а значит и крупные поры Которые придают почве способность пропускать воду на удовлетворительном уровне В ней есть частицы среднего размера, что дает поры среднего размера, способные удерживать воду против силы гравитации И плотность почвы не мешает корням ее найти Так что способность почвы удерживать и отдавать воду в умеренном климате благоприятна В ней также есть умеренное число частиц глины Важно отметить, что это глина с примесями Подобная глина обладает слабым зарядом, что и придает этой почве способность удерживать и отдавать питательные вещества в удовлетворительном объеме В тропической среде, где высокая эрозия превратила всю породу в частицы глины и немного ила, я бы назвал это просто глиной Это мельчайшие частицы, поэтому и поры мельчайшие Такие поры удерживают воду против силы гравитации, а значит способность почвы пропускать воду низкая Способность почвы удерживать воду высокая, но способность отдавать воду на уровне плотности, доступным растениям, отсутствует Поэтому способность почвы удерживать и отдавать воду ограничена Причем такая глина из-за эрозии разлагалась и трансформировалась слишком много раз, загрязнившись примесями Поэтому заряд ее частиц в такой почве из-за примесей очень низок Поэтому способность почвы удерживать и отдавать питательные вещества в тропическом климате ограничена И в данный момент важно поговорить об органической материи Что происходит с нами, когда мы умираем? Я бы очень хотел это узнать Умирая, мы лежим на почве Определенная часть меня легко и быстро разлагается И питательные вещества становятся доступными Но некая часть меня не разрушится, придавая почве электрический заряд И способность удерживать и выделять питательные вещества В засушливой среде накопление органической материи низкое, поскольку нет воды В тропическом климате скорость разложения органической материи высока, поэтому она не накапливается В умеренной полосе органическая материя накапливается И это большой объем информации, но мне важно представить еще одну тему, чтобы вы могли объективно оценить предлагаемые нами стратегии, тему ландшафтных условий Итак, в нашем ландшафте, если рассмотреть ручей в трехмерном ландшафте Ручей и склон близлежащего холма Сделать разрез этого склона и взглянуть на его поперечное сечение Мы увидим нечто подобное У нас есть поверхность почвы, поверхность земли, поверхность подстилающей породы И на разной глубине почва имеет пустоты, как здесь, или не имеет И затем уровень грунтовых вод И если бы я сажал что-то в этом месте Какой бы был максимум глубины погружения корней В данном случае грунтовые воды совсем не глубоко Я знаю, что вы думаете Вода — это хорошо Но она также препятствует кислороду достигать корневой зоны Если у вас нет растений, способных поднимать кислород до корневой зоны Это ограничение Наверху холма мы видим, что здесь у нас есть глубина до уровня подстилающей породы Но пористость с глубиной падает То есть у нас есть такая глубина почвы От выглядящей вот так, до выглядящей вот так Мы рассмотрели три климатических зоны Засушливую, умеренную и тропическую В каждой есть свои сложности и набор стратегий, чтобы с ними справиться Стратегий очень много Мы могли бы поговорить о покровных культурах, контурном дизайне, о культивации каучуковых, о компостировании Но давайте не будем распыляться И в засушливом климате я предлагаю стратегию посадки в низменном участке ландшафта С достаточной площадью водосбора, где вода задерживается и направляется ближе к участку, насколько возможно В умеренной зоне, в почвенной перспективе, на основе только этой модели, свойства почвы весьма благоприятны И в общем, одногодичное земледелие — вполне жизнеспособная система в умеренном климате Не забывайте, что в зависимости от почвы найдутся специфические сложности для вашего участка И это наука жизни, исключений всегда больше, чем правил В тропической системе способность почвы удерживать и отдавать питательные вещества низкая Циркуляция питательных веществ происходит над почвой, либо прямо на ее поверхности И если косить и сжигать наш органический материал, циркулирующий питательные вещества Мы увидим разницу уже через год, может два Но способность почвы восстанавливать растительность очень ограничена Поэтому я предлагаю стратегию разработки многолетней сельскохозяйственной системы в тропическом климате Чтобы дать растениям более долгий период для взаимодействия с почвой и доступа к ее ресурсам Есть еще одна концепция, которую я бы хотел обсудить Циркуляция питательных веществ вместо только лишь их извлечения Ваша система выглядит так? Это мой резерв питательных веществ Углерод, азот, фосфор, калий и сера Они извлекаются из почвы благодаря извлекающему механизму, растению Мы используем эту биомассу для питания человека И отходы этого продукта идут в канализацию, пропадают зря Я серьезно говорю о человеческих выделениях Что вы делаете с отходами своей пищи? Со своими физиологическими выделениями? Они возвращаются назад в этот резерв или пропадают зря? Это линейная система, и она ограничена Число людей, которых мы можем накормить Тем, как быстро мы истощаем этот ресурс Мы можем использовать для нашей почвы минералы или питательные вещества Вот так Или применить иную модель Мы можем рассмотреть это как цикл У нас есть резерв питательных веществ в наших почвенных ресурсах Которыми питаются микробы Этих микробов съедят другие микробы И немалая циркуляция питательных веществ будет идти в этой петле обратной связи Избыток питательных веществ, содержащихся в воде, находящейся в почве, извлекается растением Растение умирает, разлагается и возвращается в резерв питательных веществ Где мы, люди Всего лишь небольшое боковое ответвление Спасибо за ваше время Благодарю вас Пока Видео переведено и озвучено по инициативе сайта Лесосад golesosad.com Создавайте ваши пермакультурные проекты И сажайте Лесосады вместе с нами Перевод Святослав Макаров Голос за кадром Сергей Горин 2020 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok